так вроде пошло всем привет народ продолжаем проходить мафию 2 это у нас обслуживание в номерах также прохожу ее со своим другом дектором и проходим обслуживание в номерах берем поехали средний уровень глава 10 на это низкий взял вилла скалета 51 год как мы с вами видим это уже своем загородном доме находится принципе домик так ничего мне нравится тут у нас и ванна шикарная принципе для того-то года комнаты конечно просторные давайте хотя бы осмотримся туалет такой деревянный ну для 51 годов я думаю неплохие дома ну да по мне так шикарные так что-то у нас опять намечается эти нам позвонил надо выдвигаться к жену давать сначала хотя бы осмотримся так давайте на бахнем пивка наверное так и по-домашнему этим видом конечно лучше ставить 18 плюс чтоб и тут не ругался ну да оденусь полевую форму мне больше вот она нравится такая военная ну да доме конечно шикарная принципе сам бы в таком домике пожил тут у нас и травка и гараж свой личный ну-ка чем нас на заднем плане ну да вид конечно себе авито хороший домик подобрал такой с видом шикарным ну ладно поехали берем нашу машину к поменяю к она на машину что-то мне она не очень нравится и тут у нас еще имеется в гараже оу это какая-то убитая даже не помню я так возьмем деловую вот это мне она больше нравится я как-то люблю такую больше машину бизнесовую так и выдвигаемся к джо джо он конечно большой молодец он много помогал вито скалета поддерживал его надо хоть он и вор но все же они как не как друзья но как говорится даже среди воров и и преступников бывают хорошие истинные друзья ну да которые готовы рискнуть и даже с ценой своей жизни чтобы спасти друга попавшего биту есть такие среди бандитов но редко в основном какие-нибудь из-за выгоды но скорее всего наверно же опять попала в какую-нибудь передрягу как обычно и бывает тут вот куда он едет взял мне подбил на какие-то тут не знаю почему но мне всегда в мафии нравилось больше всего зимнее время не летние как-то зимой здесь приятнее играть надо кому-то может и летом нравится здесь так ну пока что приближаемся к квартире джо к надо тормозить вот не нравится мне эта трасса потому что всегда вот на этой трассе машины летят со всей скоростью и могут тебе задницу врезаться как мы вот можем посмотреть у нас тут уже какая-то заваруха происходит женщину выкинул из машины ну что ожидать это же ниггеры ниггеры они такие думают что им все позволено что говорить на дворе 51 год везде война тут идет у них между своя гангстерская да надо будет потом конечно заехать стекло заменить потому что это не дело забитым стеклом ехать вот с одной стороны вот как-то по мне кажется что вот зря вот разработчики вырезали вот эту конце ну где можно заходить в салон и покупать машину в расширенной версии я вот смотрел можно вот это будет заходить но вот этим плохо они конечно сделали ну может посчитали что это чересчур большая нагрузка на средние компьютеры возможно но в расширенной версии это все есть также можно на автобусах ездить в метро ездить имеешь ввиду deluxe edition не это специально там типа свободная поездка мафия свободная поездка так называется там даже не расширенные здания я как-то пытался ее установить но там очень проблематично с этим лучше всего конечно дождаться официальной версии если даже на пути посмотрим уж когда-нибудь они выпустят так но тем временем мы приехали уже квартире джо сейчас посмотрим что тут случилось чё нас иди вызвал в такой хороший день наверняка какая-нибудь лавушка возможно марте он что делает тут так чё то у нас здесь опять происходит причем здесь партий о какие люди так что случилось я слышал как ты собрался с ним молодец благодаря тебе у нас есть доказательства полутиза потянули мэн до сих пор в открытой моем установке он перевесил себе фон он похитил пикал наш теперь мы можем делать что угодно и сяду альберт это знает и он наверняка захочет выполнить климэн значит нужно убрать климэн где именно сегодня у климэнта большая встреча в гостинице и вверху не знаю но но в в в в в в в в в ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 сюжета графики все остальное но в первую я не играл если честно я не знаю даже даже не все равно вода 2 как-то больше нравится но мне 2 нравится вот сколько лет уже в нее играю 9 лет по мне она шикарная даже просто погонять вот так вот свободном режиме так куда нам прилично ехать-то да уж гостиница я помню далеко находится надо на другом краю карты надо будет проехать парк конечно жалко здесь нет того что вы вместо машины персонажи могли например приехать на жады вокзал и сесть какой-нибудь поезд или в метро или и поехать себе до точки цели надо но скорее всего скорее всего они вот это вырезали не стали уже добавлять в игру я насколько знаю этого изначально не было вот этим минус такой вот для разработчиков ну да просто наверно 50-х годах скорее всего не было еще таких нормальных поездов все говорят развалюки не сильно хотели насколько я знаю но может с этой стороны правильно не сделали ну да смысл добавлять 50 поезда 50-х годов если они больше напоминали паровоз да и критики начали бы на их навещать типа почему именно выпуска вы добавили паровоз и ну да то что игра сама по себе стали бы придираться бы правильно сделали в принципе кстати вот может почти приехали гостиницы вон она уже с левой стороны от нас но мы будем надеяться что в следующие мафии четвертый например разработчики все-таки возможно реализуют железную дорогу будем на это надеяться конечно третья торт третья неудачная вышла конечно неудивительно потому что третья часть я получилась самая проваливаю это уже точно так пойдем поэтому неудивительно что третья часть получилась самая проваливаю заводила и 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 это еще чем да уж ну и баги для игры это простительно да уж это уж слишком да уж ребят это слишком было что мы сейчас видели как Марти был через машину прям смотрел ну так это даже пиратка ну да ну хотя есть вырезанные диалоги когда вот они вот выезжали уже с этих с обслуживания номеров то там был один такой разговор про Марти но пока не буду спорить ну и че живем и долго будем ждать до нас так пока пошли хоть осмотримся что он отсюда где-то выйдет кстати может отсюда можно как-то будет зайти ага вот точно отсюда мы зайдем и где он его берегу китайцы о только сейчас он вышел пока мы не обошли вот этот вход скорее всего это тоже был пак ну вот наша и форма рабочая ну вот мы и переоделись ну вот мы в рабочей форме а вот и люди климента жалко у меня пушки нет я бы тебе голову прострелил мерзкий засранец украшения 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 5 кого то ооо о наш знакомый друг а че здесь генри то делает ладно конечно интересно это с какого хрена генри то тут генри не просто так совсем не изменился ага надеюсь он не успеет генри хороший парень даже если работает на климинге вон оно что даже не думая об этом я себя с этими усами идиотами чувствую ну да а если мы на знакомых находимся так они нас не узнают очень блин надеюсь особенно тебя Джо не узнают самая блин грейда где это вас начало так что то легко узнать в какой бы форме не было замаскировано генри все равно узнает ну да ну да ну да ну да ну да ладно ну как скажу ну да Один из парней убил. Ну да. Да, конечно, отель шикарный. Ничего себе ударился. Наш. Ну если ему, конечно, не помогли. Вполне возможно, помогли. А ты, кстати, после прохождения основной сюжетки планируешь проходить DLC? Да, планирую, в принципе. Приключение Джо называется, если не путаю. Да, у меня есть, в принципе, пластинка. В принципе, пройду и можно и Джим Вентер пройти DLC. Как мы видим, Джо уже заминировал стол. Теперь надо прибраться маленько. Кто не поверит. Да уж, тут уж помогли по-любому удариться. Сам бы он так не упал. Скорее всего, без Гэри не обошлось. Ну так. Ладно, уходим. Следуйте за Джо на крышу. Хорошо. Пошли на крышу. Ну, пошли, Джо. Какой-то знакомый. А вот он и сам, этот Карло. Карло Фальконе? Ну да. Собственной персоной. Ну, когда я играл, я, проходя эту миссию, сразу понял, что тут дело нечисто. Тут не обойдется без ловушки. Ну так, это само собой. Ну да, Джо, это тебе не на диване лежать. И пиво пить. Да что, вчера. Вот это тема. Хорошая пушечка. У меня есть, конечно, какие-то предположения, но я потом скажу, когда скрипт пойдет. Ну а вот тут, походу, мы сейчас и повоюем с ними. Вариантов у нас больше нету. Ну что, придется, походу, с ними биться. Других вариантов у нас нет. Ну что, погнали. А, я же забыл, что у меня тут, эти, читов-то нету. На бессмертие. Да, с читами было бы повеселее. Как раз нет. С читами, наоборот, все казалось бы very easy. Как по мне. Да, и вообще, я не люблю читы. А в семейских версиях, кстати, разработчики делают специальную защиту античитов. То есть, она подразумевается так. Например, ты как бы вел чит. И по скрипту написано, типа, например, года мода он. Типа, в бессмертии включено. А на деле, когда ты стреляешь по врагу, как думаешь, срабатывает этот скрипт или нет? Или просто иллюзия? По мне, так он, наверное, не срабатывает. А может и срабатывает. Вот именно, просто иллюзия. А, вон на что. То есть, разработчики так делают, чтобы читеры не могли ехать. Умно. То есть, они не прописывают скрипт полноценно, а просто только надпись выводят, что, типа, все активно, а действия никакого нету. Ну, мы много продумали. О, вот это хорошая пушка. Кроме Valve, конечно. Вот Valve, они за все это время, сколько делали свои игры, они ни разу не включили систему античитов. Ни разу. Ну. Правильно. Это, как раз, наоборот, неправильно. Потому что, благодаря этим читам, игрок может даже вещи Сити-17, в которой часть облететь. Ага. Так что, как раз, это неправильно. И также, благодаря этому чит-коду, ноклипу ноклипу HF-F2. Я показал даже ребятам большой технический косяк. Что за косяк? Там, косяк заключается в том, что, когда ты прописываешь ноклип, и включаешь скрипт поезда, заходишь через ноклип туннель, и слегка так касаешься стенки. Дальше, в общем, едут ни полигонов, ни пстур, и поезд, проезжая сквозь стену, плывет по белому фону. И вообще нету ни текстуры, ни полигонов, абсолютно ничего. У вас заплывет по белому фону, и все. И в этом плане, я был очень возмущен на компанию Valve. Ну да уж, я бы сам это возмутился. Я вообще не понимаю, как можно было делать стенку, чтобы поезд сквозь нее проезжал, а потом по белому фону плыл. Получается, что Valve больше интересовали деньги, нежели качество. Ну, Valve, они уже давно скатились. В плане всего. Да, и второй Half-Life это яркий пример. Единственное, что они более-менее сделали, так это первый, и все сами. Ну да уж. Ну ладно, что сейчас оба Half-Life, собственно, с ним уже, что по мафии. Ну вот и Климента. Ну да, но тут, я думаю, скорее всего, сейчас Генри преподнесет такой сюрприз, которого ни Джо, ни Вита вообще не ждут. Так по мне. Посмотрим сейчас, что тут будет. Пока что Джо заминирует взрывчатку. А вот и ролик. Сейчас посмотрим. Приветствуем всех, кто только присоединился к стриму, ребята. Всем привет. Так, сейчас посмотрим, что тут будет. Охренеть. Ну конечно. Вот тут Джо маленько лоханулся. Их чуть не убило. Как раз, нет, на самом деле, здесь не Джо сделал это всё ради взрыва. А сделал кое-кто другой. Так он что, выжил? Да ни хрена ты бессмертный. Это уж точно. Как ты не сдох-то? Ну я, кстати, знаю, кто на самом деле взял взрыв раньше, чем планировал Джо. Генри, что ли? Конечно. Засранец, Генри. Потому что у него тоже был путь от взрывчатки. Так бы он уже давно бы погиб бы. Так из-за него. Ну да. Генри, получается, просто хотел, чтобы они пострадали. Поэтому он и сделал так. Приготовив такую... Собразную ловушку. Для Вита и Джо. Да, конечно, подгадил нам Генри. Так ещё бы я не подгадил. Окей, Джо. Так, сразу берём Томсон. Быстрее уходим. Засранцы. Генри, Галан-то, конечно, тоже не походит. Коктейль Молотова кинули. Всё равно он удирает. Быстрее, сэр! Мать, гряди опять ломится! Так, конечно, что бы ему не удирать. А, ебал, отель почти разрушен. Конечно, что ему встаётся, да? Да уж. Бабуську тут никто не ожидал увидеть в лифту. В другой раз бери попу побольше, ладно? Но откуда мне было знать, что Генри засел в Сарфине? Не засел бы, если бы он выкопанул до срока. Если мы его достанем. Посмотрим же. Главное отсюда выбраться. Ещё лифт так долго едет. Так, покидаем прачечную. Не заметил. Сейчас увидел. Очищаем, очищаем. Кажись, всех убили. Так, быстро продвигаемся. Но похоже, что нет. Марти убили. Ведь Джош правильно говорил, что Марти не стоит брать с собой. Ну да. Но это было очевидно. Зачем его вообще было брать на такое дело? По мне, так лучше вообще его не стоило брать. Лучше бы они бы и сами поехали на это дело. Ну да. Им бы лучше было справиться. А так, получается, они и задания фактически проварили. И Марти погубили. Да. Хотя он ни в чём здесь и не виноват даже. И вот как раз сейчас расскажу про то, что вот это вырезали из диалога про Марти. Получается как? Когда Климента покинул уже прачечную, Марти сам на них нарвался. Это было из вырезанной консцены. И они его всё равно убили. Надо было Марти не нарываться на них. Получается, что Марти практически сам виноват. Он сам на них нарвался. Ну, Джон, устреляй. Я же его остановил практически. Чё ты его бить не можешь, что ли? Отлично. Всё, конец. Давай всё-таки проверим. Надо дружить, чё-то тянет Рисину. Да ты смотри, он ещё живой. Какой живучий, а? Это, Марти. Сташ, по скрипту так. Потому что все люди побежали. Вот теперь конец. Поехали. Поехали. Ну, теперь он точно мёрт. Да. Как-то так закончились наши вот дела на этом. Это Джон. Дело сделано. Нет, не глупо. Марти убили. Убили Марти, мы бросили его там. На Маскаре, мэрхи. Друг. Серпи? Серпи, бывает? Он был моим другом. Понятно тебе? Джон, нет, не треки. Серпи? Серпи, бывает? Да, Вита, я с тобой, помню, соглашу. Джо сам виноват, что взял его. Его никто не заставлял силком туда идти. Ну, Марти думал, что все это будет спокойно. Ну, это не так. Небезопасно. Все-таки это такая крутая семья была. Ну вот, мы и отправляемся теперь домой. Сейчас возьмем машину, да, поедем в свой заградок. Привет, это Витт Анваров. Привет, да, Витт. Сейчас сделаем громче звук. Так, сейчас я тогда в настройки зайду. Да, у меня тут баблина. Так, думаю, будет слышно. Поехали. А радио, кстати, я рекомендую на ноль поставить. Да я его никогда не включаю здесь. Управляемся домой. Так, убедительная просьба, Родион. Все-таки поставь микрофон, пожалуйста, подальше, потому что у тебя дыхание очень сильно проскальзывает. Так, вот так вот. Кстати, куда-нибудь подальше. Вот так сделал. Так, Давид, Родион сам играет. Просто я читаю чат. Это не онлайн-версия, Давид. Просто вместе, как бы, повеселее проходить. Места, конечно, в мафии классные. Так, посмотреть, то тут, конечно, действительно сделано с душой все. Да, по мне так это самая лучшая часть, чем третья. Третья, это вообще получилось фейвовое. Однотипная, как я читал. Хоть они и там и накрутили графику, прям такую вся классная такая графика, но все равно не то. Ну да, и там, что самое обидное, там миссии все однотипные. Все время кого-то что-то грабить, кого-то захватывать. Такое ощущение, как будто они не мафию делали, а какую-то GTA. Чисто реально на GTA походит третья вот эта часть. Ну да. Привет, Серега. Привет. Давид, я Сектор, друга Родиона. Так, ну мы практически уже подъезжаем к дому. Посмотрим, что у нас сейчас будет по сюжету дальше продвигаться. Ну посмотрим, что сейчас будет происходить с коминальными семьями тут. Ведь остальные семьи наверняка уже насвышаны про то, что произошло с Алькапоне или с кем там. С Карла Фальконе. С Карла Фальконе, вот. Они наверняка уже знают. Так эта быстрая информация распространяется между семьями. Конечно. Так, заходим в нашу спальню и ложимся спать. Сергей с сороковых спрашивает, а чего со сборкой играешь? Мне так удобно, в принципе, со сборкой. Все равно это у меня пиратка. Так, нам кто-то опять звонит. Давайте посмотрим, кто нам звонит опять в такую рань. Алло. Алло, это что? Что спрашивает? Ну звоните, может, кто угодно. Бармен? Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил, мой лучший весь кайд. Все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Ого. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил. Или полицию не вызвали. Лито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не налила ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он право качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю даже, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Да уж, как мы с вами поняли из диалога, то Джо отъехал в Мальтийский Сокол. Ну ладно, поехали тогда, побыстрее туда. Пока он там делов не наделал. Ну да, ведь раз он напился, то может спокойнее поубивать кого-то. Так это запросто. Надо быстро туда топить. Вот именно. Но хорошо еще повезут, что в баре никого нету. Ну это да. Хотя бы людей. Ну, кстати, Сергей не согласен. Это ж не просто сборка. Это на самом деле чистая Мафия 2 и с несколькими DLC просто. А так это ж не сборка ведь? Ну это не сборка, это чисто модификации тут у меня стоят. Читы всякие различные, изменения. Так-то это не сборка. Благо, что... Считалось в том плане, если бы было очень много плагинов. Ну да. Так, мы уже почти на месте. Это нам повезло, что наш дом находится рядом с Мальтийским Соколом. А так, получается, пришлось бы далеко ехать за Джо. Ну да. Отлично. Быстро приехали. Ну, как видим, Джо всегда любит попадать в переделки. Как ни в одну, так в другую. Хорошо. Закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был прав. Слепко принял, да? Ой, как? Вита! Ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. Чего бы это? А... Хех. Да. Ты за рулем? Не, на такси. А то все фрут машина. Да, Вита. Запивай, пошли. Вовремя приехал. Я открою для тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт, повели, куда я задевал ключи? Прости меня. Ах, черт. Охренеть. Ты издеваешься? Ты? Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткни сюда, наконец-то. Пошли отсюда, алкаш. Ладно, ладно. Сейчас. Да, уж че-то Джо совсем как-то... Ладно, быстро забираем его. Ни за что бармен пострадал. Да-да. Я думаю, что, скорее всего, Джо напился на вею из-за Марти. Он, возможно, уважал Марти. А то, что тот так погиб, то, скорее всего, Джо и решил напиться. Ну, Джо сам виноват, что потащил его на такое дело. Да уж, теперь нам придется... Потому что я знал, лаечка, все это закончится. Ну да, им теперь придется этого на майкобруски ввести на свалку. Так, главное, чтобы копы на хвост нам не полезли. Так, поехали отсюда побыстрее. Давай, быстрее. Ой, сколько полиции, очень много. Ну, конечно, как же нас не заметят. Такого же не может быть же. Как я не люблю вот мафии, это вот от полиции удирать. Ну, приходится, ведь полиция же видит, что происходит в мафии. То уж точно. Только как они могли заметить трупа в багажнике, хотя не видно же его совсем. Так как они до этого же видели, когда что-то крутили. И, скорее всего, по ногам мы уже догадались, что труп кого-то. Да уж. Ладно, поэтому и получается так. Быстро тогда отвозим Джо и едем к майку. Это под пресс что ли? Да, под пресс его вместе с машиной раздаем и все. Пять копы. Надеюсь, не заметят. Быстро проскочили на скорости. Ну да, но сейчас они уже вряд ли что-то заметят. Преследую гонщика. Ну, это не страшно. Если я возле вора не могли что-то заметить, то теперь уже вероятность заметить труп багажники очень низкая. Ну да. Главное от них быстро оторваться. Сейчас здесь навряд ли получится, но попытаемся. Какие неугомонные, а. Ладно, срежем тогда через дворы. Тут даже есть такая штучка, что можно в каком-нибудь дальнем переулке спрятаться, и копы вообще потеряют след. Есть, но... Ладно, тогда уж... Все, пропали. Избавьтесь от тела, не светитесь. Ну, как я и говорил, сейчас поедем к Майку на свалку. А куда же его больше? Тоже никуда уже, день не деться. Радио, кстати, включено у тебя. Все, выключил. Тут сейчас по-быстрому. Благо тут сильно негде разъезжать. Трава заедем на свалку. Раздаю машину под прессом, и все. Ночное время нас все равно никто не заметит. Это уж точно. Отлично. Как раз уже на месте. Кстати, фанаты поговаривают, что вроде бы на черт и сервер МТА закинули в тестовом режиме РЖД. Ну да, я слышал про РЖД уже. Смотрел у Макса Дипа. Да, это все фигня. Ну, на это РЖД все равно многие не попадут. Так что можно. Да, и дело даже не в этом. Я просто говорю к тому, что если бы даже они сделали открытый РЖД, что туда любой мог попасть, скажем, ну, например, шестого уровня, я бы все равно на это не клюнул. Да, я тоже на это не собираюсь. Все равно это МТА уже потихоньку на дно уходит. Да, конечно, там ничего нового нету. Одна выкачка денег настоящих только и все. Школьники. Школьники все в это... Да, столько, наверное, денег спустили. Да, МТА это вообще... Я даже не знаю, как это сказать. Это на игру вообще не похоже и близко. Проекта выкачка денег. Только интересно, вот почему Рокстар молчат? Видно, они забили на это, скажем. Или просто еще не заметили. Или просто не заметили еще. Возможно. Ведь, как мы понимаем, с релизом все будет очень сложно, потому что при релизе проекта придется учитывать очень много мелких деталей. По мне, у них никогда не будет релиза. Да, вот именно. Потому что какой издатель захочет издавать официальную игру с Юрусом Майнер? Хотя уже давно Майнеры не в теме, а у них все равно Майнер стоит. Это Дэмпродк написал Майнер этот. Ну и сам же свалил с проекта. Он свалил, потому что на него надобили. Да и к тому же, кто станет в эту игру играть, там когда при скачке вирус вылазит. Антивирусник даже ругается на него. Ну так вот. Лучше что-то по мне играть в нормальной GTA. Ну, например, хотя бы в GTA V, если уж охота реально в реалистичную покатать. Так же там присутствует онлайн-версия. Ну да, если GTA V онлайн, она как коопти посчитается. Да, кооперативная, можно хоть 10 человек вместе играть. Но у меня пока есть такая возможность, потому что у меня же лицуха пятая GTA есть. Тоже есть. Соответственно, я думаю, ну это имеется в виду синглая, ванильная версия пятая. У меня стимовская, купленная. А у меня рапстаровская версия от социал клуб. Я там тоже на этом на социале зарегистрирован. Я думаю, там возможно будет в клубе поиграть. Ну да. Глава 11. Наш друг. Гринфилд, 27 июля 51 год. Ну, в принципе, это уже можно будет потом уже с вами пройти, ребят. На этом будем уже останавливаться. Хотя можно еще проекте проявляться. Ну да, в принципе, или сейчас пройти, или в следующий раз. В следующей серии уже пройдем. Ага, ну давай тогда разговор этот послушаем, потому что он будет навязывать тут звонок. Сейчас посмотрим. По-любому Генри или Джо. Так, переоденемся, хотя бы в этот костюм. Ну да, Генри. Эй, Витра, сто лет надвигались. Ага. Сто лет. Чего тебе Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Ну, это уже, ребят, правда, в следующей серии. На этом будем заканчиваться, в принципе. На. Всем спасибо, кто был, кто подписался. Всем пока. Всем пока.